Дорогие друзья, день добрый. На календаре у нас 8 декабря. Филипп Березин и портал Приан приветствуют вас на очередном вебинаре, который сегодня посвящен вопросам эмиграции. Сразу представляю нашего эксперта, очаровательную собеседницу Ольга Катрич, директор департамента международных проектов Intermark Real Estate. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, уважаемые участники трансляции. Да, я понимаю, мы еще минуточку ждем, когда к нам присоединятся. Присоединяться, но кто опоздал или мы начали чуть раньше, ничего страшного в этом нет. Я просто в виде затравки хочу сказать, что безусловно цель и переезд всегда была важной для покупателей зарубежной недвижимости. Просто в этом году она приобрела совершенно новые краски, заиграла новыми красками и потребность из какой-то отдаленной стала самой, что ни на есть насущной. Это раз. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, особенно по весне были такие, я бы сказал, панические настроения, что все, все возможности закрываются, особенно для граждан России, коих, как мы выяснили на сегодняшнем вебинаре, у нас значительная доля. Но я сразу скажу, практически вся информация, которая сегодня будет звучать, она относится не только к россиянам, она относится к представителям всех стран, поскольку миграционные программы работают сейчас весьма активно. Так вот, считалось, что все-все уже закрыто, а потом вроде нет. Одна возможность сохранилась, другая, третья. И, собственно, сегодня мы о них поговорим глобально подробно, обо всех не успеем, но, с другой стороны, это и не будет простым перечислением. Ольга, давайте начнем, пока к нам еще зрители подключаются, все-таки с такого довольно общего вопроса. Вот сейчас граждане, которые к вам обращаются, это в первую очередь те, кто принимает спонтанное решение, и кому нужно быстро, или это в основном люди, которые все, решение приняли и готовы действовать постепенно? Ну, а вы знаете, эта пропорция, она меняется, да, наверное, начиная с весны, потому что с весны люди обращались, те, которые были готовы действовать спонтанно, действовать мгновенно, да, принимать какие-то решения, вот незамедлительно прямо сейчас. Сейчас, конечно, ситуация немножко изменилась. Как вы правильно сказали, стало понятно, что не все пропало, да, не все закрыто, есть программы для россиян, которые продолжают работать, да, остаются открыты границы, и, в общем-то, это действительно так. И поэтому за это время, за эти 9 месяцев у людей была возможность, ну, как бы немножко остыть и продумать какие-то свои дальнейшие шаги. Поэтому сейчас, наверное, знаете, процентов 30 людей, которые принимают решение вот так, ад-хок, да, вот прямо сейчас они решили и уже решили куда-то двигаться, и процентов 70 людей, которые делают это более планомерно, понимая, что вопрос переезда, да, это не просто вопрос иммиграционного статуса, да, это не просто вопрос куда-то поехать, да, и снять где-то квартиру. Это влечет за собой огромное количество и проблем, и необходимости принятия каких-то организационных решений, вот, начиная там связанных от медицины, там, обучения детей, открытия банковских счетов и прочее. В общем, вот весь этот процесс релокации, люди поняли, что это не все так просто с организационной точки зрения, и, с другой стороны, не все так сложно с юридической точки зрения. Но вот продолжение, может быть, этого вопроса, он по-прежнему, у нас, друзья, сначала будет таких несколько, наверное, общих вопросов, а потом мы уже по конкретным направлениям пробежимся ближайшие час-полтора. Вот кто-то решается спонтанно, ему нужно быстрое решение, кто-то готов действовать планомерно. Можно ли сказать, что есть некоторые программы и некоторые государства, и, соответственно, программы, работающие в них, ориентированные в первую очередь на тех, то есть доступные для тех, кто хочет там вот в 24 часа решить все вопросы, а есть программы, которые быстро уж точно не решишь, и ты должен находиться у себя дома, там, постепенно действовать и через несколько месяцев к чему-то прийти. Но на самом деле, если мы говорим про такие вот быстрые, спонтанные программы, то тут, конечно, лидером является Турция, и Турция является по многим причинам этим лидером. Ну, это, во-первых, безвизовый въезд и огромное количество рейсов, летающих уже из очень многих стран России в Стамбул, в Анталию и в другие уже даже аэропорты, вот. А самое главное, что сама программа, например, получения ВНЖ и получения турецкого гражданства, она предполагает, что клиент уже может находиться там на месте. То есть ему не нужно совершать много шагов России, да, ну, за исключением подготовки каких-то базовых там документов, связанных с семейными статусами. Вот, а человек может сразу приехать в Турцию и там уже на месте выбирать недвижимость, да, и, соответственно, под эту недвижимость либо аренда, либо продажа оформлять вид на жительство. Либо даже дождаться там на месте получения гражданства. К сожалению, этот вопрос, связанный с получением гражданства, он стал немножко сейчас во времени растягиваться. Если это раньше было 2-3 месяца, сейчас мы все-таки наших клиентов ориентируем на где-то 6-8 месяцев. Но, тем не менее, когда вы приезжаете, есть возможность находиться в Турции 90 дней без выезда. И уже в этот промежуток времени можно подать документы, оформить ВНЖ и дальше уже ждать паспорта на территории Турции. Друзья, я вижу, что уже многие воспользовались нашим чатом. Я хочу напомнить, да, что он функционирует. Второе, о чем хочу напомнить, вся наша беседа, естественно, записывается. Ваш разговор будет записан и видео мы выложим уже буквально завтра. Статья по итогам вебинара выйдет чуть позже, уже в районе новогодних праздников. Но, собственно, видео будет доступно. И контакты с Ольгой и компанией Intermark Real Estate я попрошу в чате опубликовать, чтобы кто хочет, мог потом напрямую связаться с нашим экспертом. Ну и тогда, перед тем, как мы уже совсем перейдем к конкретике, все-таки вот общее состояние рынка иммиграции для граждан России и не только. Что стало за этот год? Стало как? Сложнее, дороже, бюрократичнее? Общими мазками, если так можно сказать. Или тоже очень сильно зависит от направления? Ну, во-первых, то, что стало дороже, стало дороже, наверное, единственная программа стала дороже Турции. Потому что, если раньше порог входа был 250 тысяч долларов, сейчас порог входа от турки подняли до 400 тысяч долларов инвестиций в недвижимость для получения гражданства. Что касается других программ, как гражданство стран Карибского региона, осталась единственная страна, которая принимает заявление у россиян, это Гренада. Закрывается в этом году программа Черногория, но она закрывается для всех, не только для россиян, да, это такое общее решение. Мальта абсолютно перестала быть доступной для россиян получения гражданства за инвестиции. Ну, и до этого программа была довольно-таки сложной с точки зрения дюдилидженса, да, то есть проведения проверки благонадежности заявителей. Поэтому я бы сказала, что где-то стало чуть дороже, да, где-то чуть дольше, но я не могу сказать, что количество доступных опций по гражданству критично сократилось. Их и так вообще в мире стало очень немного. После закрытия программы Кипра, да, все остальные страны стали строже и строже относиться к таким программам. Вот закрывается Черногория, и, собственно говоря, если мы говорим глобальный, вообще про глобальный миграционный рынок, то возможность получения второго гражданства, это остались страны Карибского региона, еще раз повторюсь, что для россиян доступна только Гренада. Это маленькое островное государство Вануату, расположенное в Тихоокеанском бассейне. Мальта, которая доступна не для россиян, но которая усложняется комплайнс каждым месяцем. И Турция. И вот, собственно говоря, все. Если мы говорим именно об инвестиционных гражданствах, когда вы получаете заветный миграционный статус именно в обмен на инвестицию, либо в недвижимость, да, либо в какие-то государственные фонды. В общем, на этом исчерпывается арсенал мировой. Я говорю, не только применительно к россиянам. Окей, хорошо, давайте тогда, раз уж мы с Турции начали, несколько слов, да, уточнение от Ильи. Действительно, в Турции можно было два месяца, потом продление на 30, совершенно справедливо, спасибо огромное. Давайте по Турции тогда несколько слов напомним и о текущей ситуации. Сразу оговорюсь, давайте, Ольга, попытаемся, ну, помимо, собственно, презентации программ каждой, отдельно будем стараться, наверное, это тоже нашим зрителям будет интересно говорить, вот кому, в какой ситуации эта программа может быть идеальной, да. Итак, пожалуйста, по Турции. Да, ну, смотрите, давайте начнем тогда с вашего последнего вопроса. Для кого подходит программа Турции? Программа Турции подходит для тех, кому действительно нужно решить вопрос прямо сейчас. С одной стороны, да, страна безвизовая, страна близкая, с прямыми перелетами, особенно, да, в конце сентября этим воспользовалось огромное количество наших сограждан, многие до сих пор остаются в Турции, решая вопрос пребывания там, в общем-то, достаточно, да, какими-то там несложными методами получения вида на жительство при аренде недвижимости. Конечно, это вид на жительство потом надо продлевать, но за это время есть возможность как-то уже приобрести недвижимость и выйти на гражданство. Сразу оговорюсь по Турции, что если мы говорим о работе по найму, не имея гражданства Турции, то это довольно-таки проблематично, а потому что довольно жесткое законодательство ограничивает участие иностранной рабочей силы в работе в организациях, поэтому здесь нужно четко понимать и рассчитывать на свои профессиональные силы, если вы собираетесь действительно реалцироваться в Турцию и работать там как наемный сотрудник. По открытию бизнеса все намного проще, вот, то есть можно открыть бизнес, да, зарегистрировать компанию и вести в Турции бизнес. А гражданство, получается, при инвестиции суммы от 400 тысяч долларов в недвижимость. Сразу два таких момента важных. Первый момент – это то, что недвижимость должна стоить 400 тысяч долларов именно по кадастру. Из-за этого есть проблемы с некоторыми объектами на морских побережьях, где традиционно договора о купле-продаже заключаются по другим, да, суммам, чем указано в кадастровой стоимости. И поэтому, конечно, здесь Стамбул выбился в лидеры рынка. И также нужно понимать, что недвижимость в течение трех лет нельзя будет продать, то есть вы сразу получаете свидетельство о собственности во многих проектах уже с обременением на три года. Но вы можете жить в этой недвижимости, вы можете сдавать ее по аренду, нет никаких ограничений. Поэтому гражданство Турции – это, конечно, наверное, самая популярная история, которую мы наблюдаем с марта. И паспорта выдаются, говорю немножко с задержками, но достаточно интенсивные. Вот сейчас как раз выдаются те паспорта, на которые наши клиенты подавались в марте и в начале апреля. Смотрите, у вас здесь в презентации как раз указано, может быть, не всем видно, но в любом случае все желающие, вы просто напишите, мы с удовольствием презентацию вам эту вышлем, потому что в ней много ценной информации. Способы получения гражданства в Турции всегда, в первую очередь, говорят о недвижимости. Инвестиции в недвижимость от 400 тысяч, еще раз напомню. Но есть еще инвестиции в производство или бизнес, есть депозит в турецком банке, есть возможность получить гражданство через создание 50 рабочих мест в Турции. Вот по вашей практике был хотя бы один случай у вас в этом году, когда люди пытались и, может быть, успешно реализовали кейс не с недвижимостью? Вы знаете, нет, была одна попытка реализовать кейс с депозитом в турецком банке, но поскольку депозит перечитывается в лиры, да, учитывая достаточно сильную инфляцию в Турции, то, в общем-то, это, ну, такой путь практически, да, к прямому потере... Турискованный, да, просто... Трест, да, потому что деньги замораживаются, и, главное, они фиксируются в лирах, потому что если рынок недвижимости, он все-таки определяется долларами, да, то есть все переговоры, все торги там, да, все предложения застройщиков, они все выражены в долларах, вот. А депозиты, соответственно, нужно класть в турецких лирах, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями, тем более не депозит, да, ну, нельзя снять, и на него не начисляются проценты, и, в общем, не очень выгодная, конечно, получается история, поэтому, конечно, 99,9% получения гражданства происходит именно в обмен на инвестиции в недвижимость. Окей, вопрос от зрителя нашего Сергея, можно ли купить для гражданства, речь идет о турецком, идем гражданстве объект на стадии строительства, и, если да, то идет ли в зачет трехлетнего срока владения собственный период строительства? Да, можно купить на этапе строительства, этапы строительства в Турции тоже бывают разные, и в том случае, если уже оформлено само право собственности на объект, не вот не на конкретную, да, квартиру, а если застройщик имеет уже право собственности на строящийся объект, да, то в таком объекте можно покупать квартиру для получения гражданства, определенным образом оформляются документы, и в счет трехлетнего срока владения засчитывается как раз период строительства этого объекта, никаких проблем с этим нет. Можно ли какой-то общий такой стандарт подвести, то есть, как правило, вот это разрешение собственник получает уже на какой-то стадии, когда там основа дома видна, или это вообще очень по-разному? Это может быть... Ну, вы знаете, это по-разному, но все-таки в Турции так, чтобы это получили на этапе, когда там еще даже нету котлована, растет трава, да, на том месте, где должен быть котлован, как это иногда бывает в России. Нет, такого нет. Это, в принципе, уже когда объект выходит из земли, да, когда закончены вот эти работы по... именно по фундаменту, да, то, как правило, уже по времени именно к этому моменту и подходят уже готовые документы. Окей. И еще тогда, наверное, два вопроса по Турции и пойдем тогда уже к другим странам переходить. Первое. Верно ли утверждение, что проверки заявителей на турецкое гражданство относительно мягкие, относительно, скажем, европейских стран и в чем они, собственно, заключаются, что себе нужно сказать, чтобы проблем не возникало? Ну, вы знаете, совершенно верно. В Турции все намного проще с комплаенсом, да, это не сравнить с Европой, не сравнить с Гренадой. В сущности, не требует даже подтверждения происхождения денежных средств. Единственное, что четко нужно понимать, если заявители находятся в списках санкционных СДН, то, к сожалению, это отказ. Да, то есть вот эти те списки, к сожалению, которые проверяются, единственное, наверное, что серьезно проверяется, это именно эти списки, ну и всякие какие-то там одиозные моменты с Ролловском интерпола и так далее, да. Но все-таки у нас таких клиентов, ну, не знаю, мы таких клиентов не знаем. В списке такие, это сотни людей, ну, тысячи максимум. Да, ну, это не миллионы, да. Да, это не миллионы, пока нет. Так, и второй вопрос еще есть, он такой уже, может быть, больше связанный с недвижимостью. Цены в Турции растут, в лирах они растут на совершенно невероятные вещи, то есть там 200-300 процентов ежегодно, в долларах и евро они меньше. Видите ли вы, по тем проектам, с которыми вы работаете, которые предлагаете под программу гражданства, что застройщики подтягивают объект, ну, который, за который можно было бы, как на духу, взять и 320, и 350, к цене 400, просто понимая, что этот объект более интересен. Ну, я скажу так, это очень небольшое количество проектов, очень небольшое количество застройщиков. Конечно, когда вот этот был переход от 250 к 400 тысячам, да, там были примеры, когда, да, квартира позавчера стоила 250, а завтра она стоила 400, вот, но мы такое отслеживали и настоятельно рекомендовали нашим клиентам этого не делать, да, такие проекты не покупать. Опять же, есть некая ошибка в понимании наших сограждан, что вот рост недвижимости, ценно недвижимость Турции, он только из-за россиян. Нет, это не так. Во-первых, это огромный внутренний рынок. Стамбул, как любая столица, такой, ну, развивающейся экономики, притягивает к себе все больше и больше людей. Стамбул уже имеет население 25 миллионов человек, и, как вы понимаете, в этих 25 миллионах, да, нас там одна маленькая капелька. Вот, я говорю, это огромный внутренний рынок, который, я говорю, а когда вот идет такая сильная инфляция для людей, это способ сбережения средств, инвестиций в недвижимость, и там очень много денег с Ближнего Востока, очень много денег из Ирана, Ирака и Сирии, и поэтому, я имею в виду даже, знаете, как институциональных инвесторов, не только личных, поэтому глобально рост цен там объясняется, говорю, не только присутствует россиян. И сейчас необходимо, когда вы приобретаете недвижимость, потом получить официальную оценку государственного оценщика о стоимости этой недвижимости. И оценщики, в общем-то, довольно объективно смотрят на происходящее, и предполагать, что вы, там, не знаю, купите объект за, там, 380 тысяч, а вам в оценке 420 не стоит. Мы рекомендуем приобретать объекты, которые реально стоят 420, 450 тысяч, тогда оценка выходит чуть больше 400 тысяч, и как раз все получается очень удачно. Окей. Давайте дальше. Пойдем, следующая у нас на очереди программа Гренады, и, соответственно, тот же самый первый вопрос. Если Турция, это те, кому нужно быстро, кому нужно, ну, и быстро улетел, быстро начал процесс, и ждешь 3-6 месяцев, программа Гренады, чем она принципиально отличается, как единственная, ну, если мы говорим о россиянах, то для россиян единственная работающая на данном. Ну, программа гражданства Гренады в обмен инвестиций отличается от турецкой тем, что в Гренаду как раз можно вообще не ездить. Вот, все можно сделать практически сидя у себя дома, собрать документы. Мы полностью собираем для клиентов досье. Необходимо показать подтверждение происхождения денежных средств, выписки с банковских счетов. Вот, но, в принципе, особых сложностей у россиян с Гренадой сейчас тоже не возникает. Конечно, были задержки где-то в марте-апреле, да, медиа не выходили паспорта, но сейчас мы стали получать паспорта для тех наших клиентов, которые подавали документы где-то в марте-апреле. И вот сейчас уже мы получаем паспорта прям вот каждую неделю партиями, можно так сказать. Правильно ли я понимаю, что, соответственно, сроки турецкие и сроки карибские, ну, Гренады в данном случае, они примерно одинаковые сейчас там. Ну, смотрите, по Гренаде там какая история? Там же есть две опции получения паспорта. Вы можете приобрести долю в отеле, да, либо недвижимость на Гренаде. Здесь сумма инвестиций должна быть в долю отеля от 220 тысяч долларов и 350 тысяч долларов. Это приобретение недвижимости. Вот. А можно по дотации сделать безвозмездный взнос в пользу государства. На одного заявителя 150 тысяч долларов, на семью четырех человек 200 тысяч долларов. И по нашей практике, вот те, кто идет по дотации, там сроки рассмотрения немного дольше. Те, кто идет по инвестициям в долю отеля или в недвижимость, сроки рассмотрения чуть меньше. Вот в этом году у нас сейчас был рекорд. Наша клиентка получила паспорт за пять месяцев. Это самый короткий срок. Да, это самое чистое было, очень такое короткое досье, да, человек работает по найму, имеет там два НДФЛ достаточные, прозрачные счета, все. Очень просто, очень, ну, маленький, да, сам файл с небольшим количеством документов. Один заявитель пять месяцев. Вот. Более сложные случаи иногда могут растягиваться до года. Поэтому мы клиентов ориентируем все-таки на срок восемь месяцев. Но мы его не гарантируем, но ориентируем на такие моменты. Окей. Если мы говорим о деньгах и о расходах, значит, ну, Турция – это 400 тысяч, собственно, объект недвижимости. И, по большому счету, один ты получаешь или вся семья, тут разницы уже никакой. Ну, там все равно ведь есть некое, ну, они крайне символические различия чисто в юридическом оформлении. Один ты оформляешь... Ой, да, ну, там прям совсем, там, ну, в пределах, там, еще нет тысячи долларов, да, это. То есть здесь история иная, но порог входа формально, да и что значит формально, фактически, он ниже, и в случае для одного человека он по факту в два раза, более чем в два раза ниже. Ну, совершенно верно. Да, порог входа здесь ниже на Гренаде. Также можно из этой инвестиции выйти через пять лет после, да, того получения паспорта. И, в принципе, по, скажем так, сложности оформления, да, конечно, Турции проще. Я говорю, ну, с Гренадой тоже, в общем, мы нашли очень эффективные пути. Турции тоже все не, да, так сложно, как это кажется, может быть, в начале. Но еще что очень важно понимать, что в Турции в заявку могут быть включены только основной заявитель его супруг или супруга и несовершеннолетний член семьи. То есть, как только человек исполняется 18, он заявку уже не может быть подан, даже если он материально зависим от родителей. На Гренаде другая ситуация. На Гренаде в одну заявку, вот в эту инвестицию, например, да, 220 тысяч долларов, можно включить основного заявителя, детей до 30 лет. Даже братьев, сестер, которые находят, не замужем, да, и не имеют своих собственных детей. Родителей и основного заявителя его супруги. В общем, в одну заявку можно собрать там человек 10. У нас максимальная заявка, с которой мы работали, была 8 человек. Вот, это все были члены одной семьи. Вот, поэтому получается, с одной стороны, дешевле, но с другой стороны, когда вот такие большие семьи, там уже достаточно большие налоги и пошлины именно самого государства Гренады. Поэтому это нужно считать по членам семьи, сколько вы подаете заявки. А про то, что вы сейчас сказали, по Турции, вот, ну, короче, человек, просто как вы несовершеннолетний, вот он получил паспорт, все, дальше проблем у него с гражданством нет, паспорт же, то есть, он его не лишается. Не, ну, конечно, нет, ну, как же, если он получил паспорт, то... Тогда еще один вопрос по Гренаде, по вашему опыту, во что все-таки вкладываются? Это отельные, ну, это инвестиции в недвижимость или это донейшн, то есть, просто жертвуешь сумму и получаешь паспорт? Ну, как мы здесь говорим, здесь клиенты делятся на пессимистов и осимистов, и пессимистов и оптимистов. Оптимисты получают долю, вот, потому что они уверены в том, что через пять лет они эту долю продадут либо за ту же стоимость, да, либо там выше, либо ниже, но в любом случае рыночная стоимость какая-то у этой доли через пять лет будет, они смогут ее продать. Тем более, что мы предлагаем инвестиции в доли в очень, ну, качественные проекты. У нас есть строящиеся отели, да, на Гренаде. У нас есть уже построенные, например, студенческие общежития, да, около университета Гренады. То есть, есть разные предложения. Но если люди предполагают, что да ничего, я там вот через пять лет не продам, даже не хочу этим заниматься и об этом задумываться, то, как правило, выбирают дотацию. Потом дотацию, например, выбирают, если один член, да, если один заявитель. Да, то это 150 тысяч плюс небольшие там пошлиные сборы, вот, получается дешевле, чем доля за 220 тысяч, плюс те же налоги и сборы. Передается ли гражданство Гренады в дальнейшем по наследству? Да, передается, да, 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 гражданство Гренады передается по наследству. Ваши дети и ваши внуки также будут гражданами Гренады. И вот я вижу вопрос, самый дешевый вариант. Но если мы говорим про Гренаду, то это дотация 150 тысяч долларов плюс пошлины государственные, получается порядка 190 тысяч долларов на круг. Вот, ну вот это, наверное, самый дешевый, ну совсем самый дешевый вариант это вануату, паспорт вануату, мы о нем говорим чуть позже. Но вот из тех, которые я озвучила, это, наверное, Гренада на улице и видели дотации. И последний тогда момент буквально в двух словах про то, о чем вы уже сказали, просто чуть, может быть, более развернуто, про выдачу, про выдачу паспортов, ну, например, в России. Как это происходит? И действительно ли сейчас же далеко не все можно переслать в Россию? Ну, смотрите, по поводу пересылки паспортов, в принципе, паспорта могут быть направлены в любую точку земного шара, куда вы укажете. Это может быть и там, не знаю, Бедневные Арабские Эмираты, Казахстан, мы для наших клиентов иногда в наш офис в Казахстане, допустим, да, получаем паспорта, а потом привозим сюда, в Москву. В общем, по-разному. Многие клиенты получают в Бедневных Арабских Эмиратах, кто-то в Стамбуле, ну, в зависимости от того, где сейчас клиенты оказываются физически. Окей. И пару слов давайте тогда про объект, вот, про, собственно, бренд-объекты отельные. Я тоже, в общем, часто мы их видим, да, и они на картинках тоже выглядят очень впечатляюще, правда, чаще рендеры, но все равно. О какой доходности, вот, Сергей спрашивает, можно говорить, да, в этом случае вообще? Вот ваше-то ощущение, вы сказали, смогут потом продать, не смогут? Смогут продать, смогут заработать? Вот ваше экспертное ощущение. Ну, я считаю, что продать однозначно смогут, и однозначно смогут заработать. Причем, думаю, абсолютно искреннее ощущение, да, а не какой-то там продажный рейт, ну, да, спич такой, потому что то, что мы предлагаем, это действительно, это пятизвездочные отели. Это отели с потрясающей инфраструктурой, которые строят очень известные застройщики, у которых огромный опыт строительства отелей на Карибских островах, а это своя специфика, да, строить на островах, где нет своих собственных ресурсов, нужно понимать, да, там все логистические цепочки, работа персонала, в общем, все, весь комплекс, они уже строят сейчас четвертый отель. И доходности по тем отелям, которые уже были построены на острове Доминика и острове Сан-Китсен-Невис до пандемии составляло 3-4% годовых. Ну, учитывая, что это инвестиции в 220 тысяч, да, ну, конечно, это не тот доход, наверное, на который, да, можно безбедно жить всю оставшуюся жизнь, вот, но, тем не менее, по крайней мере, хотя бы покрыть билеты, да, раз в год, с семьей туда слетать, да, наверное, на это будет достаточно. Окей. Напоминаю, Ольга Катрич, эксперт компании Endermark Real Estate, и мы говорим об иммиграционных программах, которые есть сейчас, доступны гражданам всего мира и отдельно доступны гражданам Российской Федерации и Белоруссии. Давайте перейдем к Вануату, несколько слов о этом государстве, на котором, условно, утрируя, никто никогда не был, но паспорт его существует и выглядит визуально тоже очень весьма-вечма необычно. Что сейчас, что и зачем? Ну, смотрите, программа получения гражданства в Вануату, это однозначно самая быстрая программа. То есть до февральских событий паспорт Вануату можно было сделать за месяц, максимум за полтора. Ну, это имеется в виду, да, с момента подачи документов, конечно. Сейчас сроки немножко удлинились, и где-то это мы оцениваем в 3-4 месяца, но, тем не менее, это все равно продолжает быть самым быстрым паспортом и самым дешевым. На Вануату нет программы инвестиций в недвижимость в обмен на получение паспорта. Это только дотация государства, минимальная сумма на одного инвестора 130 тысяч долларов. Тут смотрите, что еще определяет ценность каждого паспорта. Для очень многих важно безвизовый въезд в Шенген. И вот если мы говорим про, допустим, Турцию, Гренаду и Вануату, то из этих стран только Гренада имеет безвизовый въезд в Шенген. В Турцию шенгенскую визу надо получать, в паспорт Вануату тоже шенгенскую визу надо получать. Это можно будет сделать электронно, но, тем не менее, это тоже некий процесс. Но зато Вануату имеет безвизовый въезд в Великобританию. Когда вы получаете гражданство Вануату, вам также может быть предоставлен пакет документов, подтверждающих ваше резиденство на Вануату. Там некий адрес, там можно открыть с этими документами банковский счет, водительское удостоверение. В общем, это создается некий такой substance, присутствие человека там. И с этими документами намного проще подать заявку, допустим, на открытие банковского счета где-то в Европе или в тех же Эмиратах. И вообще, например, в марте-апреле этого года паспорт Вануату часто используется нашими клиентами, например, для таких решений, как быстро перекинуть, допустим, крипто-кошельки, да, с тех бирж, да, которые закрыли кошельки для россиян, какие-то вот истории, связанные с фондовым рынком, с ценными бумагами. Это прям был очень популярный паспорт для этих целей. Поэтому, если нужно быть и не нужен немедленный шенген, то паспорт Вануату – прекрасное решение на самом деле. Вануату там, правда, тоже стал достаточно строгий. Также мы собираем документы о подтверждении происхождения денежных средств, да, справку о несудимости. Но, тем не менее, все равно рассмотрение происходит намного быстрее, чем на Гренаде. Ну, напомню, что, да, еще год назад в Вануату, паспорт Вануату позволял безвизово въезжать в шенгенскую зону, но у них были, скажем так, трения определенные с Евросоюзом, который, выражаясь словами Булгакова, обменял их в том, что здесь всем, кому попало, выдают паспорта. Да, 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 да. В итоге сейчас такой возможности нет, но паспортная программа по-прежнему работает. Я ответил просто, чтобы немножко не терять с одной стороны динамики. Да, мы обязательно поговорим про Кипр, буквально минут через 10. Да, да, да. Кипр у нас будет. А сейчас мы из Вануату давайте перенесемся в Соединенные Штаты Америки. Если я правильно понимаю, у нас они на очереди. Сейчас что там, опять же, что для россиян, что для всех, для всего мира? Что касается США, в США продолжает работать программа ЕБ-5. Это получение инвестиционной визы в обмен на инвестиции в определенные проекты, бизнес-проекты, проекты недвижимости на территории США. Там довольно высокий пород входа от 850 тысяч долларов, плюс юридические расходы. Очень долго рассматривают заявления, до сих пор рассматривают те заявления, которые еще были поданы до ковида. Вот, поэтому здесь надо настраиваться всерьез, надолго. Ну и, безусловно, вся эта программа относится только к тем заявителям, которые реально хотят переехать в США. Ограничений для россиян на участие в этой программе нет. Что касается получения визы Е-2, это виза, бизнес-виза. Она не иммиграционная виза. Это виза, которую вы можете получить, приобретя или открыв в США небольшой бизнес. Но вот именно эта виза, она выдается достаточно просто, но вот она доступна как раз для граждан не всех государств. Если по ЕБ-5, когда вы готовы инвестировать в 850 тысяч долларов, то там нет ограничений по тому, каким паспортом обладает заявитель, то здесь есть соглашение на выдачу вот этой визы Е-2 между США и некоторыми странами, и в том числе эти страны Гренада и Турция. Поэтому многие наши клиенты рассматривают получение паспортов Гренады и Турции как такая первая ступенечка для того, чтобы потом попробовать себя в США. По этой визе можно проживать в США, можно там вести бизнес, дети могут учиться в образовательных учебных заведениях по тарифам для резидентов США. Поэтому, в общем, если... Ну, опять же, это все только для тех клиентов, которые реально намерены связать свою жизнь с Соединенными Штатами Америки. Ваш опыт, что говорит о отношении, например, властей США, иммиграционных властей к тем людям, которые стали, скажем так, новыми гражданами? То есть, насколько критично, что у меня паспорт в Ануату условно там две недели, и я сразу пошел заниматься этим? То есть, есть ли какие-то дополнительные здесь нюансы с этим связью? Ну, вы знаете, здесь, в основном, зависит от подготовки досье, от того, какие документы из вашего, так сказать, до гренадского или до турецкого прошлого вы можете о себе показать, да, как формировался ваш доход, как происходило там движение средств по вашим банковским счетам. Дальше все зависит от работы юриста. Вот, в сущности, не могу сказать, что после февральских событий у нас было много подач на Е2, да, вот с паспортами, например, Гренады или Турции, но очень много клиентов сейчас находятся в процессе подготовки, досье, как бы решение для себя вот это вопрос, да, рассмотрение для себя лично вот такой возможности. Тут еще говорю, как это, да, прецедентов у нас, вот в нашей практике прецедентов пока не было. Уточняющие некоторые вопросы, как подач на Е2 с паспортом Турции, нужно ли для этого в Турцию ехать? Ну, да, лучше подавать, конечно, уже по месту нового, да, паспорта. Вот, да, нужно ехать в Турцию, но прежде чем куда-то ехать, нужно понять, какое досье вы будете собирать для визы Е2. Мы работаем с адвокатами в США, можем организовать консультацию. Эти случаи, они индивидуальны, то есть просто наличие у вас паспорта Турции, оно не означает автоматической возможности получения визы Е2. Да, там нужно выбрать бизнес, нужно его приобрести, оформить документы, показать, откуда у вас эти деньги на приобретение бизнеса. В общем, ну, это некий процесс. Вот, и им нужно заниматься с юристами обязательно профессиональными. Насколько в США строгая проверка происхождения капитала? Ну, строгая, строгая проверка. Ну, по сравнению с другими странами, ну, сложно сказать. Ну, я бы сказала, она такая же строгая, как в Европе, например, да, и как на Гренаде. Окей. И, возвращаясь к Гренаде, еще раз, что кейс с инвестициями в Гренаду рассчитан на произвольное количество членов семьи. Ну, оно произвольное, но все эти члены семьи должны находиться между собой в определенных, да, так сказать, родственных отношениях. Если 20 детей, то не проблема. Окей, все 20. Если дети, я говорю, братья и сестры, они обязательно должны быть не замужем и не иметь своих детей, да, не состоять в браке, да, там, и не иметь своих детей. Вот, родители на Гренаде могут быть любого возраста, но если, допустим, родители моложе 55 лет, то там достаточно существенную пошлину надо за каждого родителя доплачивать. Вот, поэтому количество членов семьи, оно не ограничено, да, законодательно, но есть свои нюансы, на которые нужно обращать внимание. Окей. Друзья, поскольку уже несколько раз обратились, говорили о том, что можно, там, там, некоторые вопросы в частном порядке обсудить, давайте еще разочек контакты опубликуем, Ольге и компания Intermark Real Estate, а мы пока буквально пару слов скажем о программе Черногории, просто, условно говоря, там, платочком помашем на паузу. Помашем. К сожалению, программа была, на самом деле, моя любимая программа, хотя, в общем, многие коллеги мои не разделяли мои привязанности к ней. Вот, на самом деле, программа Черногории была уникальна тем, что в 25-м году Черногория должна стать членом Евросоюза, и она находится первой вот в этой очереди стран, которые хотят стать членами ЕС. И, несмотря на довольно высокие пороги входа, то есть это было 250 тысяч инвестиций в северные проекты плюс 200 тысяч дарения государству, либо 450 тысяч долларов инвестиций в проекты на морском побережье, да, плюс те же 200 тысяч, вот эти инвестиции на морском побережье, они должны были сделаны в проекты, которые находятся в таких вообще тупых локациях, которые мы всегда считали, что они совершенно безусловно ликвидны. И вложив эти деньги в эти проекты, получив паспорт, и потом став гражданином ЕС в 25-м году уже с этим паспортом, эти проекты там на морских, там, маринах, в роскошных этих новых комплексах можно продать или можно сдавать в аренду, получать очень хороший доход, вот, поэтому программа была очень разумная, она очень была хорошо организована. У нас есть маленькая, маленькая надежда, что может быть, может быть, оставят нас следующий год, но это, конечно, уже очень маловероятно, но в прошлом же году ее продлили на этот год. Да, в прошлом году ее продлили 30 декабря, это был такой праздник-праздник. Да, из-за ковида, из-за того, что не успели, да, достроить объекты, что-то там допродать, вот, но хочу сказать, что на юге, да, вот все проекты под гражданство, они все практически раскуплены уже. Ну, я просто от себя добавлю, что буквально позавчера то ли министр финансов, в общем, какой-то из не последних чиновников Черногории сказал, что неплохо было бы программу продлить. Так или иначе, совершенно очевидно, что это будет не, ну, отчасти финансовое, но глобально политическое решение, а гадать что-то в вопросах политики, даже сами политики не берутся. В общем, пока, то есть, давайте, наверное, такой момент. Вот если человек очень хочет успеть, он к вам сейчас может, что ему надо делать? Ну, ему надо прямо вот сегодня нам звонить, прямо завтра подписывать договор и начинать готовить документы. На самом деле, самое главное, до 31 декабря подать основной комплект документов, да, и провести оплату недвижимости. Оплата недвижимости принимается, ну, либо с зарубежных счетов, да, либо мы можем открыть счета именно вот чисто под эту инвестицию на территории Черногории. Есть определенные возможности это сделать, но это прямо уже вот, ну, наверное, вот эта неделя, там, четверг-пятница, это самые последние дни, когда мы можем вообще попробовать что-то сделать, заскочить в этот самый последний вагон. Да, окей. Ну что ж, на самом деле, с гражданством, правда, в США мы уже не говорили о гражданстве, но историю, мы там говорили о виде нажительства. Завершая рассказ о Черногории, мы часть, связанную с гражданством, закрываем в нашей беседе. И давайте перенесемся, точнее, не перенесемся, останемся в Европе. Кипр, о котором мы говорили, на самом деле, по тем ощущениям, которые есть сейчас вот у нас на Приане, по той статистике, которую мы видим, вполне себе топ направление, не только со стороны россиян, но очень активно украинцы покупают, мы это видим. Ну, мы видим спрос со стороны граждан Западной Европы, это Кипр, там тепло. В двух словах, что сейчас у нас с Кипром, и включаю, соответственно, страничку. Ну, смотрите, Кипр традиционно был всегда привлекательным для россиян и для граждан всех стран СНГ. Там огромная русскоязычная диаспора, да, там льготное налогообложение, там прекрасный климат, очень дружелюбное население, прекрасно относящееся к русскоговорящему, скажем так, сообществу. И несмотря на вот эти досадные истории с прекращением паспортной программы, тем не менее популярность у Кипра не падала, стоимость недвижимости там не подешевела ни на евро после остановления программы выдачи золотых паспортов. И сейчас Кипр продолжает выдавать постоянные виды на жительство россиян. Что для этого нужно сделать? Чтобы получить постоянный вид на жительство, нужно купить недвижимость у застройщика от 300 тысяч долларов. О, евро, простите. Вот, плюс НДС. И несмотря на то, что Кипр это не дружественная страна, и вопросы с переводом денежных средств в феврале-марте, они возникали, но уже все давно научились оформлять документы таким образом, что платежи даже из российских банков на Кипр уходят. А дальше, собственно говоря, процедура такая, что вы покупаете недвижимость, потом подаете документы на получение постоянного вида на жительство. Постоянный вид на жительство выдается на 10 лет. Вам не надо его ни продлевать, ни обновлять, ничего. До 10 лет получаете на всю семью карточки. Дети могут там учиться в школе, и вообще никаких проблем. Там, единственное, по найму работать нельзя. Но можно открыть собственную компанию, никаких по этому поводу ограничений нет. Поэтому, а, да, и вот после того, как вы получаете постоянный вид на жительство, вы уже можете открыть на Кипре счет в банке. Сразу замечу, что комплайнс денег все равно проводится очень строгий. То есть здесь же получается, что застройщик принимает на себя от вас деньги. И вот когда застройщик эти деньги принимает в банках, получает, то там требуется предоставление, подтверждение происхождения этих денежных средств. И после того, как вот эти все документы собраны и представлены, деньги зачисляются, квартира оформляется в собственность, подается на постоянный вид на жительство. Потом вы открываете счет в Кипрском банке, и получается, что у вас уже есть счет в Евросоюзе, с которым нормально там входят платежи в любые другие страны, на которые без проблем можно из России переводить средства, зарегистрировав этот счет в налоговой инспекции. Так что это очень популярная программа по ПМЖ, наверное, самая популярная, начиная с марта этого года, потому что там реально люди туда переезжают жить. Надо сказать, что вот с этим ПМЖ Кипра, с ним же нельзя жить ни в других странах Европы, это можно было только с паспортом считаться полноправным гражданином Евросоюза. По виду на жительство можно жить только на Кипре, объезжать можно только на Кипр. И говорю, ну очень многих это устраивает, по-моему, там уже процентов 40 или 30 населения русскоговорящих. У вас в презентации указан срок 2-3 месяца срока оформления, наверное, сейчас чуть-чуть оптимистичные цифры, то есть все-таки 2-3 месяца... Ну, может быть, не 2, не 3, но с момента... Опять-таки, да, 2-3 месяца с того момента, как подали документы уже на ПМЖ. С того момента, как вы решили купить там квартиру, нет. А с момента подачи документов на ПМЖ, да, ну 3-4, ну в целом укладываются киприводы, да. Речь идет, как вы сказали, о покупке недвижимости в строящемся проекте, да. Именно поэтому, собственно, перевод денег из РФ возможен, потому что это договор долевого участия, да. Вопрос в том, вот как вы сейчас оцениваете рынок таких предложений на Кипре? Ой, вы знаете, рынок на самом деле сейчас чисто рынок продавца. Покупателей намного больше, чем объектов. И если мы говорим о вот таком, знаете, хорошем соотношении цены и качества, да, что-то там тысяч за 400, за 500, да, в хорошей локации, причем мы уже давно не говорили за такие деньги про первую линию моря, вот, это уже все где-то в отдалении, особенно если мы говорим про Лемасол, то, ну, спрос намного превышает предложения. Намного превышает предложения, и запускаются новые большие проекты, и гольф-проекты, и проекты таких как бы закрытых поселков. Очень много, да, Кипр расстраивается, и на каждую недвижимость находится свой покупатель. На каждую недвижимость находится свой покупатель. Ну, не называя, может быть, конкретный объект, предположим, сегодня приходит человек, готовый купить вот такой схеме. Вы ему можете предложить вариант, который когда сдан будет физически? Через полгода, через год, через месяц? Ну, вы знаете, опять-таки, да, зависит от бюджета и требований человека, да, то есть иногда в комплексах, ну, как иногда бывает, иногда люди вносят задаток, да, за какую-то квартиру, и потом не могут выйти на сделку. Да, там деньги не прошли, передумали, ну, разные бывают обстоятельства. Эти квартиры, соответственно, выходят, да, на рынок, да. Иногда что-то вот так можно поймать в объекте, который будет построен уже, там, не знаю, сдан через два, даже иногда бывает в сданных объектах, которые вот только сейчас сдались, да, из-за разных причин какие-то квартиры выходят на рынок, и они подходят под получение постоянного вида на жительство. Вот, но если мы говорим так, средний срок – это год-полтора. Средний срок – это год-полтора. То есть, по сути, это объекты, которые сейчас, ну, вот, там, в последние 3-4 месяца они вот появились на рынке. Ну, понимаете, там есть очень много проектов, которые, там, вот, высотные здания, да, они строятся, конечно, не год, и, конечно, не два, они строятся три, да, там, и четыре года, просто из-за своего масштаба они не могут быть построены, там, с два года. Вот, конечно, любой масштабный проект, если там еще какая-то инфраструктура, гольф там или что-то, естественно, все это требует времени. Вот, это очень зависит от проекта. Очень многие любят покупать, допустим, какие-то квартиры в небольших, там, мало квартирных домах, там, не знаю, на 20-30 квартир, конечно, они намного быстрее строятся, заехал, живи. Все зависит от предпочтения. Мы с вами, Ольга, когда начали говорить о Кипре, не ответили на тот вопрос, когда начали про каждую страну. Кипр, он в первую очередь для кого? Ну, Кипр, в первую очередь для тех, кто хочет жить на Кипре. Вот это прямо вот, ну, это вот прямо так вот и есть. Кипр для тех, кто хочет жить на Кипре, кто готов туда переехать и там обосноваться, потому что для других стран этот вид на жительство не имеет реального значения. Окей, идем дальше, не покидаем Европу. Вообще у нас следующая часть нашего вебинара. Да, мы в Европе остаемся. Несколько слов в МЖ Испании. Да, по-прежнему программа работает не только для россиян, но и для россиян в том числе. Ну, да, Испания продолжает выдавать россиянам золотые визы в обмен на инвестиции в недвижимость. Основной вопрос стоит, как провести сделку. Сделки по приобретению недвижимости проводятся через зарубежные счета. Каждая сделка очень индивидуальна. И мы работаем с Испанией, да, у нас были в этом году поданы и одобрены заявки, даже проведенные сделки. Не буду говорить, что это было очень много, но тем не менее для тех, кто хочет реально жить в Испании, кому есть реальный интерес, да, к этой стране, уже мы понимаем, что ничего невозможного нет. Мы уже научились как-то с этим совсем бороться и предлагаем клиентам различные схемы взаимодействия с банками, с продавцами, с застройщиками. В общем, каждый раз мы что-то придумываем. Но сама суть того, что программа... Насколько же принципиальный и важный момент, который есть, это то, что если... Ну, опять же, касающийся граждан Российской Федерации. Если раньше все документы на подачу происходили в Москве, то сейчас, собственно, все происходит непосредственно в Испании. Да, потому что когда вы подаете на золотую визу, всегда можно было документы подавать в Испании. То есть там была опция, можно было подать в Россию, можно было подать в Испании. А сейчас все можно подать в Испании. Буквально в двух словах о финансовых условиях. Ну, и необходимо инвестировать от 500 тысяч евро в недвижимость в Испании, коммерческую, жилую, для себя, сдавать в аренду. Ограничений никаких нет. И юридические услуги, там, в зависимости от адвокатов, от состава члена семьи, там, от 10 до 20 тысяч евро. Ну, 20 это, наверное, прям самый максимум. И вот, собственно говоря, ну и плюс, конечно, да, там, налоги при приобретении недвижимости, это может быть 10%, да, и там, в зависимости от объектов НДС. Поэтому где-то вот в пределах 550-580 тысяч евро можно уложиться все под ключ. Вот, говорю, важно найти способ вот эту самую сделку осуществить. Окей. И тогда буквально пару слов о ВНЖ Португалии. Тут история такая, у нас, в нашем телеграм-канале прям огромный такой спор был, выдают, не выдают. Вот, потому что, знаете, одно дело, процесс идет, но вот вы, например, говоря о предыдущих странах, несколько раз очень ценное замечание делали, которое прям, думаю, многим бальзамам на душу, что вы получили документ, вы получили документ, получили паспорт Гренады, получили там паспорт Вануату, получили паспорт Турции. В случае с ВНЖ Португалии, вот, вот я знаю, просто у меня, например, летом россияне получали. Получаете ли сейчас? Да, да. Летом получали те, кто подавал в прошлом году. Вот. Честно скажу, что те, кто подавали, понимаете, там же еще какая произошла накладка, там, ну вот, да, несмотря на то, что все вот началось, да, в феврале, там еще же не работал иммиграционный орган Португалии почти полгода. Он и не принимал, и не рассматривал, и не выдавал заявки. Я сейчас не буду останавливаться на причинах, они были, я бы сказала, юридически организационного характера, к россиянам они не имели никакого отношения. Это была такая общая мировая головная боль, потому что в Португалии получают ВНЖ и покупают недвижимость не только граждане, да, СНГ и России, это страны Латинской Америки, американцы. Китайцы, да, правда, сейчас им вообще-то много. Да, там желающих всегда было очень много, и полгода, представляете, в строении работы иммиграционный орган. Ну, тут бардак, который там накопился, он был, безусловно, очень долго его разбирали, но тем не менее, как-то постепенно, постепенно, с летом, когда, наконец, этот СЭФ, да, так называется, вот эта иммиграционная служба в Португалии, когда он, наконец, заработал, то те россияне, которые подавали заявки вот еще летом, 21-го, наверное, года, да, они получали одобрение и приглашение на биометру. Те заявки, которые были поданы осенью, знаете, наверное, вот октябрь, ноябрь, декабрь, даже вот, наверное, уже вот октябрь, то, что вообще даже еще не успели начать рассматривать, по ним, к сожалению, пока никаких решений нет. Но почему рынок все равно достаточно оптимистично на это смотрит? Они продолжают принимать документы от россиян. То есть вы можете приобрести недвижимость, у нас есть сделки, да, у нас очень Португалия не снижает своей популярности, потому что оптимисты всегда надеются и верят, что все будет хорошо. Раз иммиграционные органы принимают документы, то они их будут рассматривать и будут приниматься какие-то решения. И если люди не находятся ни в каких санкционных списках и не имеют проблем с подтверждением происхождения своего капитала, то, в общем-то, у нас есть клиенты, которые довольно смело вступают в эту программу. Мы подаем документы в СФ, подаем досье, досье принимаются, ну, ждем, дальше весь рынок ждет рассмотреть. В любом случае, поскольку рынок Португалии считается именно с точки зрения недвижимости рынком очень живым и интересным, то, в принципе, дальше логика клиентов такая, ну, окей, ладно, даже если что-то не получится, да, с видом на жительство, ну, окей, но я потом, да, там через 3-4-5 лет это продам, у меня будет капитал в евро, он уже будет там, ну, там посмотрим. Ну, вот логика клиентов такая, мы им в этом помогаем, но никого не обманываем, что типа там через 3 месяца вы все получите. Нет, мы всем честно, искренне рассказываем вот эту историю. Окей, ну и давайте, я здесь в небольшое лирическое отступление, кажется, летом мы с Ириной Мошевой, партнером Intermark Real Estate, говорили о программах, это был прям не в рамках вебинаров, то есть не на клик-митинге, вебинар был в Телеграме, мы тогда его проводили, говорили о программах на основании финансовой независимости, да, такие программы есть, такие программы работают, мы их, с одной стороны, объединим вот в этом, там, всем скопом, что называется, да, про них поговорим, но я думаю, что тут тоже интерес очень-очень большой будет, вот, тут три страны, но, насколько я понимаю, корректно сейчас говорить о двух, Германия, Италия, Франция. Вопросы мы видели, обязательно тоже на них в конце ответим. Пожалуйста. Что касается получения видов на жительство на основании финансовой независимости, то эти программы, они и не закрывались, и не было приостановок в рассмотрении этих заявлений, а потому что здесь как бы немножко другой принцип, да, действия этих программ. Что они подразумевают? Что у вас в одной из этих стран, там, либо в Германии, либо в Италии, либо во Франции, есть место жительства. Да, у вас есть либо арендованная дом или квартира, либо собственная. У вас есть счета, у вас есть возможность проживать на территории этих стран, соответственно, не пользуясь, да, никакими там государственными субсидиями, да, то есть вы должны показать, что у вас есть устойчивый, достаточно высокий доход на протяжении длительного количества времени, который позволяет вам и членам вашей семьи там безбедно жить в вашей недвижимости, либо собственной, либо арендованной. Вот, и что во Франции, что в Италии, эти программы работали, работают, и эти документы продолжают выдаваться. Вот во Франции все-таки больше, наверное, я бы сказала, успешнее происходят кейсы, когда недвижимость находится в собственности, а в Италии хорошо работает и по аренде, и по собственности. Вот, что касается Франции, то, конечно, очень много наших клиентов имели недвижимость во Франции на протяжении очень многих лет. Ну, ни для кого не секрет, да, одно из самых популярных направлений было для россиян, и там недвижимости накуплено на многие, да, миллионы, миллионы, миллионы евро, и никто никогда вот не озадачивался получением этого вида на жительство, потому что выдавали французы пятилетние визы, и те, кто не жил там постоянно, приезжали только на лето, да, там и какие-то праздники, этого было более чем достаточно, и никто не задумывался. Уже во времена ковида, а уж после февральских событий тем более, люди стали понимать, что шенгенская виза – это такая вещь, которую, да, там могут отозвать, не отозвать и могут дать в следующий раз не дать, и вот эта популярность этих видов на жительство, она возросла просто кратно. У нас никогда не было столько, да, заявок по этим программам, как после где-то, вот знаете, вот март-апреля, когда люди поняли, да, к чему уже все идет, вот с юридической миграционной точки зрения. Эти программы очень-очень популярны, но еще раз повторюсь, что здесь нужно обязательно подтвердить, что у вас есть пассивный доход, это не ваша зарплата на работе, куда вы ходите каждый день с утра до вечера, это какие-то дивиденды, доходы от сдачи недвижимости в аренду, да, либо даже какие-то доходы от как индивидуального предпринимателя, но это должно быть на протяжении долгого времени, стабильно, устойчиво, обязательно грамотно оформлена недвижимость, если мы говорим, да, про договор аренды, что там должны быть соблюдены ряд требований в этих договорах. Вот, и в принципе, да, работаем с этой программой. По Германии там сложнее, там изначально были жестче требования. И требования, да, к капиталу они там на самом деле. Да, и Германии на самом деле реально задачивались только те клиенты, которые реально хотели там проживать именно в Германии. Ну, многих дети там, да, учатся, там потом работают, в общем, поэтому Германию... Чем подтверждается пассивный доход? Чем подтвердить пассивный доход? Пассивный доход подтверждается несколькими путями. Если вы владелец компании, это могут быть решения распределения дивидендов, да, если вы, допустим, у вас есть какие-то активы, которые вам приносят там процентный доход, да, это выписки по банковским, по брокерским счетам, какие-то подтверждения о вкладах, о том, что вы получаете на них проценты, что вы получаете какие-то дивиденды по ценным бумагам, вот это все принимается к пассивному заходу. Если у вас есть недвижимость, которую вы сдаете в аренду, да, то эти договоры сдачи недвижимости в аренду, соответственно, обязательно выписки из банковских счетов, что вы эти доходы получаете, да, что это не просто нарисованный договор, но чтобы есть там реальные движения. Вот, собственно говоря, то, что... Еще один вопрос. Да, Ольга, в связи с этим, какие обязательства возникают у владельца такого ВНЖ по проживанию в Италии или во Франции? Ну, вот чем Франция и Италия хороша, что там в сущности нет необходимости проживать постоянно. Там необходимость в ВНЖ, кстати, тоже, по-моему, еще есть, и там необходимость проживать есть. Он есть и в Португалии, и там тоже необходимо постоянно проживать. Вот, поэтому, на самом деле, мы говорим про Италию и Францию как про страны, где действительно нет необходимости реалокации туда на постоянное место жительства. То есть там можно также продолжать бывать с определенной периодичностью, но нет ограничений. То есть вы можете вообще не выезжая там жить, а можете вообще там появляться 2-3 раза в год. Но лучше, безусловно, появляться, особенно сейчас. Мы настраиваем клиентов на то, что к этому надо относиться более ответственно, потому что все эти ВНЖ надо продлевать через год. А для продления нет формальных требований по нахождению. Но, конечно, если все-таки вы там несколько раз появитесь и реально покажете выписки с банковского счета, с движениями по карточке, которые происходят на территории страны, конечно, это все будет плюс к продлению. Отказов к продлению пока не было ни в Италии, ни во Франции. Уточните, Оксана, вы задали вопрос, уточните, пожалуйста, сколь долгого времени. Наш диалог ушел вперед, сразу не знаю, к чему относился вопрос, о каком долгом времени идет речь. Так, еще буквально пара вопросов. Вопрос про ученический ВНЖ, по-моему, он приступил в тот момент, когда мы говорили о Испании. Ну, вы знаете, честно скажу, мы с ученическими программами не работаем, да, это не наша специализация, у нас нет связи с учебными заведениями этих стран. Вот, где-то выдают учебные визы, да, где-то нет. Ну, я в Финляндии, например, знакомый получил некоторое время назад студенческую визу, да. Ну, вот у нас тоже получали во Франции, да, знакомые. В Канаде троим отказали, троим отказали детям, которые уже заплатили за первый год обучения в Канаде. Очень все индивидуально, к сожалению. Вопрос по Греции. По Греции, ага, срок пассивного дохода, понятно. Да, значит, по Греции, а потом про срок пассивного дохода. Спасибо. Я тоже вижу вопросы, да. По Греции. Греция не выдает золотые визы россиянам на основании инвестиций в недвижимость. Но в Греции можно получить, например, у нас есть такой продукт, как виза цифрового кочевника. То есть вам нужно подтвердить, что у вас есть некое высшее образование, да, есть какие-то договоры с компаниями, которые готовы вам платить за эти деньги. И есть некий доход, там 2-3 тысячи евро в месяц. И можно получить вот такую визу, и по ней два года жить в Греции. Но там надо жить в Греции. Опять же, да, это все для релокации. Срок пассивного дохода... Ну, минимум год. Минимум год. То есть вчера написанный договор аренды недвижимости уже сейчас не проходит. То есть для того, чтобы подтвердить по Италии или по Франции то, что вы действительно сможете, ну, там, проживать, и есть на что проживать, вам нужны документы, показывающие вот эту пассивность вашего заработка на протяжении хотя бы одного года. Ну, как минимум одного, ну, как минимум одного года. Окей. Ну что ж, на самом деле, я думаю, что мы, понятно, что ответили всего-навсего на маленькую долю вопросов, да, которые могут возникать и которые наверняка возникнут у наших зрителей. Я еще раз попрошу в чате опубликовать контакты Ольги Катрич, директора Департамента международных проектов «Интермарк Реал Эстейт». И в завершении, наверное, буквально пара вопросов. Ольга, с чего начать работу с вами? То есть, как вот, понятно, что мы сейчас там для кого-то ответили на какой-то точечный вопрос, для кого-то чуть-чуть приоткрыли дверь, но по большому счету тут еще начать и кончить. Ну, это тема, конечно, на которую в течение всего года, я говорила, очень много, у нас было очень много мероприятий, бизнес-завтраки, да, и встречи с клиентами, да, и тоже онлайн-трансляции. Вот, тут можно говорить, конечно, часами, часами. С чего начать, как вот людям начать работу с вами и с какими запросами подходить? Ну, смотрите, прежде всего нужно, если у вас, вы вообще не представляете себе, да, о какой программе выбрать, да, но вам нужно хотя бы вначале сложить в голове такую идею, вы готовы переезжать сейчас или это ваш запасной аэродром на какое-то будущее? Это нужно лично вам или вашим детям, да, и вот в зависимости от ответа вот на эти два вопроса уже позвонить нам, оставить запрос там на сайте, да, у нас телеграм-канал, вы можете на него подписаться, мы там постоянно публикуем всякие новости, интересные предложения для наших подписчиков. И запросить просто встречу с миграционным специалистом. У нас много специалистов, которые имеют свой личный опыт в жизни в других странах, в релокации, да, у нас очень международная компания. Я сама жила до этого, да, в трех странах и имею опыт обучения там детей за рубежом очень часто, поэтому консультирую, да, клиентов именно вот по каким-то образовательным вопросам. Поэтому вам нужно к нам обратиться, и мы направим вам, ну, во-первых, нет, консультации первичные, бесплатные. Филипп, я отбираю ваши вопросы и читаю вопросы. Да, консультации первые, безусловно, бесплатные. Мы вообще, как правило, берем деньги уже только за конкретную нашу работу, да, за какие-то уже либо юридические услуги, либо там момент приобретения недвижимости, да, консультируем мы на первых этапах совершенно безвозмездно, довольно подробно. Мы любим нашим клиентам помогать. Сейчас не то время, когда мы что-то кому-то продаем, мы реально чувствуем, что мы просто людям помогаем решать их жизненные, да, задачи, жизненные вопросы. Поэтому с вами свяжется наш менеджер, мы обязательно проконсультируем реально, да, по тому, какую программу выбрать вам в зависимости от вашей ситуации. Мы работаем не только с миграционными программами, у нас очень много, большой портфель инвестиционной недвижимости. На прошлой неделе Екатерина Орлова, да, наш директор департамента, как раз по инвестициям проводила с вами эфир, тоже очень интересный эфир, очень много было откликов именно по инвестиционной недвижимости. Это Таиланд, Индонезия. Я, кстати, попрошу, если сейчас сумеют мои коллеги найти ссылочку, может быть, на этот эфир, кому интересно по инвестициям, тоже в чате. Да, потому что помимо переезда как такового, да, тоже, почему, да, вот хорошо, да, с нами работать, а потому что мы можем предложить не только вот этот вопрос решения с переездом, но, опять же, когда вы куда-то переезжаете, да, у всех стоит вопрос, что я там буду делать, на что я там буду жить, да, но 90% клиентов этот вопрос задают. И как раз если вы через нас еще сформируете себе какой-то пассивный доход, инвестировав недвижимость на то же Индонезии, Таиланде, Великобритании у нас есть продукт, да, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, в общем, все вот можем сделать для вас в комплексе вот такой продукт, который вам может быть в течение ближайших нескольких лет жизни очень даже и пригодится. Ольга, ну и когда в заключении как-то вот вы вышли на эту тему, мы не упомянули, кстати, Эмираты, да, которые тоже являются, понятно, очень понятным релокационным направлением, и если мы говорим про ближайшее будущее или про, скажем, ситуацию там последних там четырех-пяти месяцев, ведь есть на самом деле большое количество стран, не по гражданству, а скорее по программам виднорожительства, да, Южная Америка, там все страны на каких-то основаниях что-то предлагают. Конечно. Ваше ощущение, насколько активно в ближайшее время вы, может быть, начнете работать с такими программами? Ну просто интерес у граждан и россиян, и украинцев, ну всех, говорящих не только по-русски, уже реально весь земной шар, потому что сейчас очень многие в силу разных причин ищут для себя новые локации. Что изменится в ближайшее время? Что, может быть, что-то появится? Ваши ощущения, ваш прогноз? Ну, смотрите, мы всегда стараемся тоже идти за рынком, и мы открываем сейчас офисы в Игненных Арабских Эмиратах и в Стамбуле, и будем через эти офисы работать как и с российскими гражданами, кто там сейчас проживает временно, далее уже постоянно. И мы также активно выходим на международный рынок, и причем действительно международный рынок эмиграции сейчас очень-очень турбулентен, он очень разнонаправленен. Страны, которые изначально, казалось бы, всегда были странами, которые привлекали к себе иммигрантов, да, например, если мы говорим тоже США, то мы наблюдаем огромное количество запросов от граждан США на получение, допустим, видов на жительство в Европе, и даже на получение гражданств других стран, потому что не у всех есть уверенность в том, что, ну, с экономикой США, да, все будет дальше уверенно, потом, конечно, вопрос налогообложения волнует состоятельных граждан, вот, поэтому движения очень разнонаправленные. У нас есть, например, программы в Мексике, программы в Чили, получение видов на жительство, но это для тех, кто реально туда хочет переехать, потому что это программы, предполагающие постоянно проживание в этих странах, вот, очень много европейцев переезжает в Латинскую Америку. Поспокойнее, да, потеплее. Дешевле? Дешевле, дешевле, конечно, дешевле. Ну, нет, вот этот момент, как я видел, у меня несколько знакомых, причем в прошлом году у меня еще несколько знакомых из Германии переехали в Аргентину, в Чили, в Бразилию. Да, да, да. Ну, и это не 22-й год, то есть это, в общем, такая тенденция есть, и она понятна. Абсолютно. Если мы говорим про тот же остров Бали, если мы говорим про Таиланд, то сейчас, когда сняли все антиковидные ограничения, ну, там просто, там уже все отели в стопе до марта, и продажи недвижимости просто бьют все рекорды. Да, тепло, дешево, и спокойно, достаточно спокойно. Это сейчас базовая, конечно, потребность людей, найти какую-то спокойную точку для себя. Тепло, дешево, и спокойно, да. Безопасность личная, это все равно основа всего. Да. Ну что ж, дорогие друзья, я, во-первых, благодарю Ольгу, Ольга Кадич, директор департамента международных проектов Intermark Real Estate за интересную беседу. Во-вторых, я благодарю вас, уважаемые зрители, за то, что были с нами, надеюсь, вы не потеряли время зря и получили информацию. А если нет, то контакты Ольги и компании Intermark Real Estate сейчас перед вами опять появятся, и вы сможете по ним позвонить, уточнить все, что вас интересует. До конца этого года я хочу просто немножко анонсировать, у нас будут еще несколько вебинаров, три или четыре, пока три уже точно, четвертый пока не знаем, но это мы будем говорить об этом отдельно, чуть позже. И приглашение всем, кто принял участие в этом вебинаре, на них мы, безусловно, тоже разошлем. Ольга, спасибо огромное. И вам, Ольга, огромное спасибо. Спасибо, я думаю, что... Нами всегда очень приятно вести эфиры, вот, много лет мы сотрудничаем, я вам очень-очень признательна за всегда такую живую беседу и за прекрасную, заинтересованную аудиторию. Спасибо, друзья, и ваша благодарность для нас очень-очень приятна. Ольга Катрич, Интермарк, Real Estate, Филипп Березин, Прианру, недвижимость за рубежом. До встречи, и встретимся на наших вебинарах и офисе компании Интермарк, Real Estate. Удачи, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok